Здравствуйте! В этом видео я хотел бы показать, какие пакеты мы расфасовываем чагу. Чагу, после того, как мы собрали с березы, вдалеке от дорог, в глубине карельских лесов, мы пакуем вот такие вот пакеты крафт, которые удобно пакуются на молнии. Итак, обращу ваше внимание, что наша чага собирается в экологически чистых лесах Карелии. Только в глубине лесов мы идем, собираем, никогда не едем вдоль дорог, не выбираем там блистыжайшую чагу, потому что такая чага набирает в себе выхлопы, и если, скажем так, настолько не любить людей, что подсовывать им такую чагу, то есть намного более простые способы заработать денег, чем собирать сушить чагу и помогать ей людям. Мы относимся к сбору чаги так, чтобы этот гриб помогал людям действительно, поэтому собираем вдалеке от дорог чагу с деревьев, только живых берез, и стараемся, чтобы высота была сбора выше полутора метров, потому что чага, растущая ниже полутора метров, не обладает такими лечебными свойствами, как чага, растущая выше по стволу березы. Также мы отдельно собираем ольховую и березовую чагу, потому что, скажем так, хоть и считается, что ольховая чага не обладает полезными свойствами, в действительности она, у нее есть полезные свойства, Поэтому для тех людей, которым требуется ольховая чага, мы отдельно предлагаем ольховую чагу. Для тех людей, которым нужна стандартная березовая чага, у нас именно березовая чага. А не так, как многие люди, сборщики собирают просто перемешку ее. И вся чага упакована в такие бумажные крафт-пакеты, удобные на молнии. И в такой вот оболочке внутри, которая позволяет сохранять чагу целости и сохранности долгое время.